всем привет добро пожаловать на мое следующее очередное видео отзывы на ароматы не буду снова заводить речь о том за против ароматом иван каждому свое я люблю тестирую покупаю пользуюсь мой выбор и если интересно что у меня новенького появилось я приглашаю вас на это видео хочу начать видео из наверное единственное или еще один аромат который прям такой не самый-самый новый но относительно новый а этот по моему такой более летний выпуск и этот аромат называется инкадесенс солей то есть солнце солнечный дна у меня был когда-то оригинал из всех вариантов которые есть я почему-то больше ничего не покупала но мне интереснее было enjoy и lotus у меня по моему даже есть какой-то пробник где-то и этот аромат был по очень приятной цене 9 евро думаю возьму попробую на make up the air какая вот здесь упаковка солнышко такие знаете как бы языки солнца аромат меня не удивил не разочаровал такое я почему-то ожидала что будет больше такой теплый согревающих солнечный не знаю чего я ожидала но не этого аромат просто приятный сладкий я прямо так обливаюсь им не знаю что ним сказать просто фруктово свежий но очень-очень приятный у меня ни в чем не смущает ничего плохого о нем сказать не могу то почему-то меня он не удивило здесь не хватает какой-то теплинки хотя очень больше я его так разношиваю нюхи иногда вылазит какие-то такие более пудрово теплые цветочки любите ровяжки не знаю но для меня он больше на стороне фруктов такие приятные не слишком сладкие низком тяжелая это не какой-то компот вот только знаете фруктовый легкий но не слишком такой знаете как вот эскада может быть слишком такой сладкий игривый несерьезный компотный в этом есть такая немножко изюминка но вот название солнечный солнце мне он немножко не очень подходит я его ношу целый день от себя не слышу потому что он какой-то не очень стойкий но сам аромат очень приятный если вы не ищете ничего особенного просто легкие фруктово-цветочные приятные ненавязчивые аромат на лето то я вам могу посоветовать мне он принципе понравился но я немножко чего-то другого ожидала не знаю следующий аромат который тоже такой относительно новый появился мне кажется где-то в этом году это far away beyond я честно говоря не очень дружу с этими ароматами с этой линейкой far away самый такой оригинальный с розовой такой крышечкой у меня в голове есть ассоциация сладкий вкусный не знаю я пыталась принародиться к ним у меня был гламур я дала маме вот это тоже имеет характер аромата far away но он более насыщенный здесь что-то такое сладкое есть и что особенно в этом аромате это именно парфюм с какой-то там концентрации я даже вот видела в каталоге картинку концентрация туалетной воды там какой-то процент парфюмерная вода тоже а это именно парфюм то есть там очень большой концентрат именно вот не алкоголя да не воды всякой а именно вот этой эссенции или каких-то вот этих ингредиентов ароматы сильно очень насыщенный для меня это ну тумач потому что я очень такой знаете любитель парфюмерии но осторожный потребитель я не люблю тяжелые удушающие слишком насыщенные ароматы я такой чувствительный человек вообще-то несмотря на то что я люблю ароматы этот приятный не скажу что он какой-то вонючий что-то с не так но я попытаюсь использовать вот эту маленькую упаковку но большую покупать не буду для меня это слишком сильный аромат сладковато что-то такое как будто кожа на я знаете вот что-то похоже мне на какие-то такие дорогие ароматы статусные очень сильные шлейфовые строгие вот что похожее но какая-то сладенькая вот не знаю почему мне хочется сказать какао или шоколад вот что-то я такое слышу либо какой-то ликер может быть попытаюсь носить его зимой но это опять-таки мое личное восприятие это немножко такое насыщенный вот фруктовый легкий цветочный да мое а вот этот ну пока что не для меня еще такая вот ручечка это аромат который многим нравится лак лаки ме ивен лак лаки ме у него такая классная упаковка такая разноцветная фиолетово-розовая очень красивая у меня есть лак фуми по-моему самый такой первый обычная такая такая хрустальная форменная упаковка и золотистый бантик по моему мне он показался слишком сладкий слишком такой ванильный ни о чем этот аромат мне понравился он очень интересный сладенький какая я не знаю почему мне какая-то фиалка в голове появляется возможно из-за оттенка флакона который я знаю какая-то цветочность есть но очень приятная сладость даже хочется сказать что здесь какие-то либо конфеты параллельная что-то такое но он очень интересненький такой привлекающий притягивающий к себе но немножко слишком сладковатый возможно здесь какая-то ваниль есть бобы тонка не знаю что то здесь такое я думала убить его он хорошо носится его на себе носила и буду использовать вот эту упаковку но полную флакон скорее всего нет не знаю я люблю сладкие запахи вот честно люблю но здесь не не хватает какой-то свежинки кислинки что-то такой цветочности аромат за которым многие страдают я знаю что в наших странах его по моему уже не достать либо очень так проблему достать германии он продается везде покупать не хочу достался мне он тоже за очень такую классную цену это многими любимый аромат я знаю что он очень популярный эйван трезель именно парфюм тоже я помню даже как пахнет либо силу либо что-то такое вот серебристая упаковка он такой более хрустящий такой более какой-то в нем не свежачок я даже не знаю но он совсем другой а это уже но я не на классику очень многие многие за ними скучают почему его не вернут я не знаю очень классный аромат упаковка ему очень подходит такой золотистый здесь такая какая-то вставочка я не знаю как описать этот аромат просто классный женский парфюм мне кажется он очень многим понравится и у меня он ассоциируется кстати с ароматом дженнифер лопес стилл не знаю почему он чуть другой он более такой чистый легкий прозрачный этот цветы легкая такая пудровость я в некоторые дни очень много фруктов слышу не знаю почему может он на мне так раскрывается либо я настолько люблю фрукты в ароматах что я прям их слышу очень очень классный мне кажется он настолько не зря он настолько популярный потому что это просто и на него как-то описать сложно вот это ли за либо фруктовой либо сточный лего еще что-то он просто такой какой-то универсальный женский универсальный аромат просто не знаю вот парфюм пахнет парфюмам вот правда это такой знаете эйван ский аромат который звучит достойно он не звучит дешево он не звучит цветочно фруктово как-то непонятно он звучит неопределенно не знаю не могу его определить не могу его писать здесь есть какой-то цветочек но он очень 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 достойный прям такой стильный уместный мне кажется тоже везде я очень рада что у меня есть этот аромат и три аромата бюджетники это линейка пур бланка оригинал я приблизительно помню это такой более чистый более такой знаете какой-то хлопок еще какие-то цветы пур бланка чистая чистый белый аромат приятный но насколько я помню он довольно таки не стойкий потому что вот все такие более бюджетные ароматы и ван они не отличаются стойкостью почему я заказала 3 я не знаю что-то меня стукнуло цены здесь германии тоже на них невысокие 6 7 евро вот так можно за 5 где-то взять начну с наименее любимого это пур бланка essence я на него делала самые большие ставки я почему-то думала что мне понравится очень такая приятная упаковка нюдовая такой копачок цветочки я пыталась выносить разносить он не кошмарный он не воняет ничем нормальный обычный такой простенький аромат что меня в нем смущает это слишком такая строгость здесь вот по-моему есть кашемировое дерево и у меня с него так иногда не нравится иногда не очень для меня это дюб певенского аромата который называется сенсуэль его нету продажи у него такая красивая матовая упаковка очень такой женственный но недостаточно чувственный аромат я говорила что мне там не хватает какой-то сладости какой-то не скажу причинки чего-то такого он слишком сухой какой-то хрустящий такой слишком холодный что ли вот это точно такой же мне не хватает здесь какой-то сладости какой-то чувственности что-то какого-то цветка не знаю чего-то не хватает чтобы мне нравилось он просто такой немножко отдаленный отстраненный но он строгий если вы не любите сладкие приторные слишком фруктуал цветочные ароматы то этот вам понравится он не слишком такой прям резкий что ли но мне он не очень нравится я его передарю я люблю что-то другое вот еще один аромат голубенькая упаковка это элеганс элеганс пропланка опять-таки этот уже приятней он напоминает мне цветочное поле васильки какие-то голубые цветы не знаю почему колокольчики какие-то ландышей не знаю и они такие были присохранные чуть-чуть сладенькие приятный нежный аромат ну очень легкий скорее всего я буду им пользоваться как вот body spray может себе позволить он недорогой но для того чтобы он как-то слышен был от вас его нужно очень сильно наслаивать приятный аромат но он прям даже пахнет как какой-то body mist то есть такой спрей для тела недостаточно насыщенный натянутый очень легкий аромат если вы не знаете что взять что-то такое ищите бюджетненькое то можно брать не прогадаете и последний это пурбланка blush он мне пахнет гелем для душа мылом что-то такое очень цветочный есть какая-то такая легковая косметичная пудра вас что такое вот не могу вспомнить какой-то десторант что такое у мне было либо я где-то слышала либо какой-то шампунь наверняка какие-то цветы неплохой аромат опять-таки можно пользоваться прям как спрей для тела так и буду делать он сначала мне вообще не как то так цветочки какие-то а сейчас он постоял чуть-чуть натянулся и в нем появилась такая легкая пудровость вот эта косметичность фрукты не знаю если какие-то но вот он мне пахнет так как вот эта упаковка крышечка такая розовенькая как будто какое-то розовое мыло геля душа что-то такое я вспомнила я вспомнила что он напоминает мне аромат у невеи был может быть все еще есть такой дезодорант боже как его писать если не найду слов я не поищу картинку он назывался что-то там то есть по-моему это был такой не шариковый а именно такой твердый дезодорант и назывался он по-моему если не ошибаюсь и у него был такой розовый нежный косметичный аромат такой как будто пудровый не знаю почему но ему очень подходило название жемчужинка такой вот и по-моему в нем такая фишка была что кожа вот такая была гладенькая нежно как будто припудренная талька вы знаете и вот так вот правда очень напоминает запах вот этого дезодоранта невея правда как невея чуть-чуть но более цветочная такая интересный чистый приятный запах мне понравился даже не знаю как их описать наверно порно не нравится вот это чуть больше вот это тоже не понравился а это так себе если вы пробовали какой-то из этих ароматов пожалуйста оставьте мне комментарий внизу также советую вам подписаться на мой инстаграм я там часто делаю отзывы в последнее время на двух языках вот и если вам такое интересно то увидимся там и если нет то увидите моем следующем видео я вам желаю всего отличного пока пока